Внимание друзья, 6 апреля, время вперёд. И тут подошпело такое видео от Макарова Алексея Ивановича. Кто такой Макаров? Вот, наверное, что-то воде любители от Москвы или как-то до Северных морей. Как песни поёт СНР уже знают все. Это мы проходили, это мы проходили и всё проходили. Ну, мы стараемся выдерживать, что? Мы стараемся выдерживать, скажем, сезонность. Давайте познакомимся с его последним роликом. Здравствуйте. Это Сан Макарова. Хочу поделиться опытом. Как сохранить чаянки, не проснувшимися до начала апреля. Вот сегодня 6 апреля. Вот. Смотрите, какая интересная вещь. Это Снегов. Снегов я не буду скидывать снег. Это северная сторона. Солн, что здесь бывает. И только ближе к вечеру. Далеко за после обеда. Вот. Значит, черков у меня обычно много. Целый мешок в холодильнике таких держать не будешь. Поэтому вот как я приспособился. Значит, это Снег. Я его накрываю всяким вот тоже материалом. Вот этот старый полос и старый ковер, который мне нужен. Накрываю снег. На улице температура у нас уже доходила до плюс 15-16. Сейчас в городе совсем тепла. Похолодало чуть-чуть. Но, тем не менее, снег уже растаял. Потому что и дождей были, и всё. Вот. А под этим покрывалом, пожалуйста, я раскапываю и достаю. Какой-то мне нужен пучок. В частности, вот последнее, чем я занимаюсь сейчас. И последнее, первое, чем я занимаюсь, это червишня. Потому что черенки даже при снегу хорошо хранят. Это первые черенки, которые просыпались в соколочки. В саду у меня, конечно, уже груши растуткаться начинают. Но черенки это груши спящие. А вот, пожалуйста, это у меня вот априкос тоже ещё спит. А это вот черенки и черешни. Пожалуйста. Даже не закапывая снег, потому что этим я пользуюсь. Вот всё начало работать. Вот заканчиваю. Я его кладу на снег, накрываю крылом. Пожалуйста. Вот так вот. В таком состоянии прекрасно они себя чувствуют. Ещё не проснулись. И снег будет лежать до мая. То есть после черенков, черешни, я буду заниматься мушками. Потом априкосами и последней мушкой яблонями. Вот так вот я делаю. Вот так вот открываю. И всё прекрасно сохраняется практически при новой температуре. Но когда станет мало, черенку в море, конечно, на холодильник будет положить. Наверное, до мая я успею всё привить. Вот. Останется немножко, и можно хранить холодильник. Так, ребята, закончился фильм. У меня к Макару будет один вопрос. Он может просто опустился этот момент. Вот. А может быть, у него как-то везёт ему. Вот. И ни слова не сказал, защита от мышей. У меня хранение в полюбе. И когда я просто, они у меня лежали в полюбе на столе. Вот. У меня целый веник. Мыши съели. Причём они ели вместе с чёрной полицейной пленкой. Даже пленку ели. Вот. Поэтому вопрос не риторический. Вопрос самый жизненный. Спасение от мышей. Ну, я думаю, Макаров ещё не раз, не два нам с вами покажет своё мастерство. Я люблю подчеркивать с гордостью. У нас не простой круг, у нас не простой круг. В наш круг входит первую десятку садоводов России. За пределами нашего круга есть прекрасные садоводы. Вот. В которых нет ни одной косточки от железного, ни одной черенка. Там уже персика или прикос от железного. Вот. Но первую десятку, двадцатку они не входят. Вот. Вот. А Макаров, он, наверное, первую десятку, а может первую пятёрку. Почему? Вот. По нему плачет или институт, который его надо бы переманить работать. В хорошем. Да нет, наверное, в 20-х суток не заинтересуется. Нет такой зарплаты, чтобы заинтересовать Макаров. Почему у него был мешок черенков? Он профессионал. Он ещё и врач и садится на продажу. Я с удовольствием об этом объявляю всем. Вот. Это район Обнинска. Это Подмосковье. Вот. Если бы вы знали в институтах, какое продают, я обещал поменьше негатива. А то бы я сейчас сказал несколько слов про санкции института в этих, и вас бы лучше бы сновяли буквально. Сновяли бы. Вот. По этому, гражданин Макаров, вот. Алексей Иванович, я вас вам благодарен за этот ролик. Продобраете, нас удивлять и учить. Вот. Это наш круг. Мы все равны. Вот. Вот. Мы друг перед другом шляпу не снимаем. Вот. У нас одно направление. Помочь России. Как бы громко это ни звучало. До свидания, друзья. До свидания, гражданин Макаров. Слово Макаров я произношу как бы с большой буквы. Гражданин.